Добрый вечер, это программа «Пульс дня» в студии Артем Андросов. Здесь, как обычно, мы обсуждаем новости и их последствия. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Абрадур на пресс-конференции заявил, что около 6 тысяч человек ежедневно скапливаются на юге Мексики и до 10 тысяч ежедневно приезжают к американо-мексиканской границе. В сентябре число мигрантов на границе США и Мексики приблизилось к максимумам предыдущих месяцев и в некоторые дни даже превышало их. Абрадур призвал другие страны устранить коренные причины миграции и выразил сожаление в связи с гибелью 10 кубинских мигрантов в результате дорожно-транспортного происшествия на юге Мексики 1 октября. Многие мигранты въезжают в Соединенные Штаты, записавшись через официальное приложение правительства США CBP-1, с помощью которого можно запросить статус беженца. Обычно оно требует, чтобы соискатель географически находился вдалеке от границы. Это правило призвано ограничить столпотворение на пограничных пунктах. В то же время Мексика стремится разгрузить некоторые из своих южных регионов, отправляя людей в сторону границы США. Мексиканский штат Уаксака на прошлой неделе открыл веб-сайт, пытаясь снизить риски для мигрантов, которые в большом количестве собирались на местных автовокзалах в поисках билетов на автобус на север страны к границе. Мигранты должны оплатить проезд, стоимость которого составляет от 22 до 85 долларов, и некоторые из них ожидают денежных переводов от родственников или ищут работу, чтобы собрать деньги. Сегодня сотни мигрантов на юге Мексики ожидали автобусов в направлении границы США, выделяемых в рамках новой мексиканской правительственной программы. Сейчас мне нужны билеты, чтобы мы могли добраться до границы. Это самое главное. Мы ждем, пока семья пришлет нам деньги. Так мы сможем хотя бы купить еды. Я мать двоих детей, так что представьте, за все нужно платить. Сейчас я отдала последние деньги, чтобы ребенок мог принять ванну. Я планирую добраться до границы. У меня есть аппойнт в приложении CBP-1. Так я легально попаду на территорию США. Людям здесь я говорю, пожалуйста, дождитесь аппойнтмента. Не пересекайте границу нелегально. Люди страдают от этого. Они тратят столько сил, чтобы добраться до границы. А потом их просто депортируют. Лучше уж дождаться аппойнтмента и попасть в страну легально. Между тем, власти Нью-Йорка отправили новый месседж для лиц, ищущих убежища, в планах которых отправиться с этой целью в Большое Яблоко. Не делайте этого, говорится в листовке, которую мэрия разослала общественным организациям и федеральному правительству. Среди аргументов в них указано то, что ресурсы Нью-Йорка исчерпаны, и город не может помочь вам получить разрешение на работу. Хотя, возможно, это слегка преувеличивает факты. По словам спикера горсовета Нью-Йорка Эдриан Адамс, город поменял свой тон по сравнению с прошлым годом, когда мэр приветствовал просителей убежища с распростертыми объятиями. «Мы восприняли, мы предоставим вам необходимые услуги», — говорил тогда мэр. Теперь же городской глава сетует на непрекращающееся увеличение количества прибывших, а это более 100 тысяч человек, а мэр заявляет при этом, что подобная проблема уничтожит Нью-Йорк. Губернатор Кэти Хоукл сообщила, что Белый дом совместно с городом и штатом занимается оформлением примерно 15 тысяч соискателей, прибывших из Венесуэлы и получивших временный защищенный статус. Заместитель мэра Энн Уильямс Исом заявила, что кризис только обостряется. На этой неделе количество прибывших увеличилось, и есть признаки того, что вскоре их число может возрасти. Город Эль-Паса планирует возобновить автобусное сообщение в дополнение к тем автобусам, которые направил в Нью-Йорк губернатор штата Техас. Один из ультраправых республиканцев в Палате представителей Мэтт Геттс заявил, что на этой неделе попытается сместить с поста спикера Палаты Кевина Маккарти, что может ввергнуть Конгресс в состояние кризиса уже через несколько дней после того, как законодателям удалось избежать шатдауна. Геттс, который уже на протяжении нескольких месяцев конфликтует с Маккарти, заявил, что подаст ходатайство о проведении голосования по его смещению с поста спикера. Это место мог бы занять Стив Скаллис. Я очень высокого мнения о нем. Я бы проголосовал за Стива Скаллиса и, вероятно, проголосовал бы как минимум за 100 республиканцев и, возможно, за 100 других американцев, которым не обязательно быть членами партии, чтобы претендовать на пост спикера. Кевин Маккарти возглавляет республиканское большинство в Палате представителей. Некоторые члены этого большинства в последние недели неоднократно блокировали меры, вносимые им на рассмотрение Палаты. Конгрессмен из Флориды Геттс был одним из более чем десятка республиканцев, неоднократно голосовавших против выдвижения Маккарти на пост спикера в январе. В конце концов, Маккарти занял этот пост после 15 туров голосования. Геттс выразил резкое недовольство тем, что Маккарти при поддержке демократов смог добиться принятия в субботу законопроекта по временному бюджету. Законодатель заявил, что говорил о готовящемся ходатайстве даже с бывшим президентом Дональдом Трампом. Геттс и группа других республиканцев, занимающих жесткую позицию в Палате представителей, которые настаивают на дополнительном сокращении расходов в нарушении соглашения, достигнутого Маккарти и президента Джо Байдена в мае этого года. У Маккарти больше нет моей поддержки, и у него нет поддержки необходимого числа республиканцев, чтобы продолжать занимать пост спикера. Он может оставаться спикером Палаты представителей, или быть спикером демократов, или какой-то другой коалиции, но он уже не будет спикером республиканцев, исходя из количества людей, которые поддерживают меня. Нужно сказать, что еще ни один спикер Палаты представителей в истории не был отстранен от должности. До 17 ноября Палата представителей и Сенат должны либо согласовать 12 законопроектов о расходах на 2024 финансовый год, либо принять еще одну временную меру, чтобы избежать остановки работы госучреждений. Тем временем Сенат, где демократы составляют большинство, надеется воскресить три законопроекта, заблокированных консервативными республиканцами. Эти законопроекты предусматривают финансирование федеральных агентств, осуществляющих программы для ветеранов, жилищных, сельскохозяйственных и транспортных проектов, которые вступают в противоречие с приоритетами республиканцев в Палате представителей, требующих сокращения расходов. Председатель Сенатского комитета по ассигнованиям Петти Мюррей также придает большое значение тому, чтобы Конгресс выделил миллиарды долларов на новую помощь Украине. Эти средства не вошли в законопроект по временному бюджету в связи с возражениями республиканцев. Уже более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха прибыли в Армению, сообщили власти страны. Это почти все население самопровозглашенного региона. Президент непризнанного Карабаха Самвел Шахраманян пока остается в Степанакерте с группой чиновников. В понедельник власти самопровозглашенного региона заявили, что они пробудут там до тех пор, пока не завершатся операции по поиску погибших и пропавших без вести в результате недавних боев и взрыва на топливном складе. В воскресенье в Нагорном Карабахе побывала миссия ООН. Представитель Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев Кавита Билани отметила, что общее число вынужденных переселенцев, спасающихся от азербайджанской армии, восстановившей контроль над Нагорным Карабахом, может уже в ближайшие дни вырасти до 120 тысяч. Это приблизительно соответствует всему населению армянского Анкона. По словам представителя УВКБ, в регистрационных центрах Армении, где занимаются приемом беженцев, собрались огромные толпы усталых и напуганных людей, которые 9 месяцев фактически прожили в условиях блокады. Центры готовы принять до 120 тысяч человек, заверила Кавита Билани, отвечая на вопросы о количестве беженцев. Она также уточнила, что первоначально в Ереване рассчитывали на прием до 90 тысяч человек, однако эти цифры необходимо скорректировать. Словакия в понедельник обвинила Москву во вмешательстве в прошедшие выборы, на которых победил Роберт Фитца, обещавший прекратить военную помощь Украине. Фитца был назначен в понедельник ответственным за формирование нового правительства, после того, как его партия заняла первое место по результатам голосования. Словакия заявила о вмешательстве после предвыборных высказываний директора службы внешней разведки России, утверждавшего, что проукраинская центристская партия Словакии является доверенным лицом США. Эта партия, прогрессивная Словакия, заняла второе место с 18% голосов. Партия Фитца в направлении «Социальная демократия» получила 23%. В ходе предвыборной кампании 59-летний Фитца обещал, что Словакия, являющаяся членом НАТО, не пошлет ни одного патрона в Украину и призвал к улучшению отношений с Россией. В связи с заявлениями Словакии о российском вмешательстве представитель Госдепартамента Мэтью Миллер заявил, что Вашингтон находится в тесном контакте со словацкими коллегами по этому вопросу. Ранее, в тот же день, президент Словакии Зузана Чапутова поручила Фитца сформировать новое правительство, подчеркнув необходимость уважать результаты демократических выборов. Партия Фитца получила 42 места из 150 в парламенте и теперь должна найти партнеров по коалиции, чтобы сформировать правительство большинства. Через несколько минут мы продолжим выпуск сразу после рекламы на Артии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова